Энергетика Энергосбережения и экологии вместе ярче А значит и вопросы будут преимущественно посвящены энергосбережению и экологии Ну что друзья, теперь мы переходим непосредственно к интеллектуальной битве Если ее так можно будет назвать, все зависит сегодня от вас На каких видах станции вырабатывают больше всего электроэнергии в России? Синий игрок был первым, пожалуйста Теплоэлектростанция Внимание, слушаем оранжевую Атомная электростанция Внимание, правильный ответ И первый балл уходит Синим Тепловые электростанции, друзья Вот какие были варианты ответа Гидроэлектростанции Тепловые электростанции Атомные электростанции Ветряные электростанции По правилам, которым я буду попутно знакомить и наших зрителей И себе напоминать и вас тоже в том числе После каждого вопроса у нас происходит чейндж плеера То есть меняется игрок Поэтому, пожалуйста, аплодисменты Артему Он принес первое очко своей команде Присаживайтесь, приглашаю следующую двойку игроков Доля производимой электроэнергии на ТЭС Самая большая в нашей стране 62% А вот на атомных электростанциях Производят около 20% На гидроэлектростанциях Около 18% Доля альтернативных источников генерации электроэнергии Не достигает и 2% Так что, учитывая экологический вектор развития отрасли Будущим энергетикам есть над чем поработать Чтобы изменить баланс в сторону чистой энергии Анастасия? Захар Ох, какое-то имя такое прям Захар Какая главная цель акции Часа Земли Или же Час Земли Проводимая Всемирным фондом дикой природы WWF Если версии нет О, ну-ка, Захар Экономия электроэнергии Считает Захар Посмотрим вариант А. Массовая экономия электроэнергии Б. Сокращение износа энергооборудования В. Привлечение внимания глобальной проблемой экологии Г. Собственная пиар-акция Ну, согласно правилам, Захар первый свою возможность использовал Ход перешел к Анастасии Так, внимание Ваша версия Привлечение внимания глобальной проблемой экологии Можно поздравить с правильным ответом Анастасию Аплодисменты ей, пожалуйста Счет у нас по одному Молодцы, сравнивайте Вас же я сейчас прошу меняться Следующая двойка игроков, прошу Захар попался в эколовушку Час для Земли Это слишком короткий промежуток Чтобы сократить выработку При сокращенном потреблении электроэнергии Такие радикальные действия В очень инертной системе К экономии ресурсов привести не могут Специалисты считают, что акция Кроме привлечения внимания Глобальной проблеме экологии С технической точки зрения Даже увеличивает нагрузку на энергосистему Ребята, давайте знакомиться Это следующая двойка Имя? Женя Евгений? Глеб Глеб, отлично Оранжевый Евгений Синий Глеб И третий вопрос, друзья В тему внимания на экран Я также продублирую голоса На каком энергетическом объекте Нанесена самая большая надпись Россия? Нет версии? Внимание, варианты ответов А. Ставропольская ГРЭС Энергоблоки Ленинградской Атомной электростанции В. Плотиностанции Саяно-Шушенской ГЭС В. Это правильный ответ на самом деле Поздравляю вас, ребят Ну а подробнее об этом объекте и факте Мы сейчас расскажем Прошу, меняемся Следующая тройка игроков Евгений сопоставил объекты И назвал верный ответ Огромные буквы Россия Выполненные в цветах Национального триколора На плотине Саяно-Шушенской ГЭС На сегодняшний день Это самый большой рисунок Граффити в истории России Размер букв впечатляет 570 метров в длину И 52 метра в высоту Для создания такого граффити Израсходовали Более 9 тысяч литров краски Счет у нас 2-1 В пользу команды оранжевых Надо чуть поднапрячься, Артем И, соответственно, четвертый вопрос Все внимание на экран Ученые и инженеры Постоянно ищут новые источники энергии И иногда находят их В самых необычных местах Соответственно, назовите две ситуации В которых сегодня уже могут Вырабатывать электроэнергию Пешеходы на тротуаре Туман над рекой Падение капель дождя Воздушные змеи в небе Прошу, Ислам, ваша первая версия Я бы назвал вариант Г А тут, знаете, еще такое примечание Можно выбрать два варианта ответа Вариант Г Воздушные змеи в небе Еще И вариант В Падение капель дождя Падение капель дождя, считаете вы Интересная версия, но, к сожалению, ошибочная Ваши два варианта ответа Вход переходит к вам Воздушный змеи в небе и туман над рекой Мимо! Та-ра-та-там! Вход перешел к Исламу Ислам, слушаем вас внимательно И какие варианты? Также вариант Г и вариант А Вариант Г Воздушные змеи в небе Вариант А Пешеходы на тротуаре Правильный ответ на самом деле, друзья На самом деле Британская компания уже много лет производит И продает по всему миру уникальную тротуарную плитку Генерирующую электроэнергию Благодаря шагающим по ней пешеходам Существует также несколько зарубежных стартапов В которых огромные воздушные змеи Вырабатывают электричество, используя энергию ветра Одно из подразделений Google Долгое время занималось проектом энерго-змея Мощностью до 600 киловатт Ну что, у нас новая смена энергетиков Анастасия и Захар Захар, надо догонять Пятый вопрос Все, внимание на экран Беа Джонсон Называют, цитирую, матерью Движение Zero Waste Как вы думаете, что находится у нее в руках? Там есть фотография Такой вот контейнер стеклянный И там что-то непонятное Как бы вы это назвали? Нет версии Внимание, варианты ответа А. Камешки с последнего чистого пляжа Миртос Б. Мусор из кишечника океанской рыбы В. Бытовые отходы семьи Женщины за год Г. Прах ее любимого кота Мурзика Прошу, Анастасия Вариант В. Бытовые отходы семьи женщины за год Если вы уверены, то я вынужден констатировать, что это правильный ответ Аплодисменты! Счет становится 1-4 Захар, к сожалению, ты не помогаешь пока в своей команде Соберись, дружище Анастасия или знала, или догадывалась, что принцип ноль отходов стал самым популярным экологическим трендом еще в 2000-х годах С тех пор движение только набирает обороты Его суть – уменьшить количество мусора и осознанно использовать ресурсы Эко-активистка Биа Джонсон вела для этого правила 5Р При таком подходе мусор той семьи за год смог поместиться в маленькой литровой банке Ну а в нашем игровом пространстве уже Евгений и Глеб И все, внимание на экран, следующий вопрос В Карачаево, Черкесской Республике расположен уникальный энергетический объект Зеленчукская ГЭС, ГАЭС Что означают буквы ГАЭС? Раскройте аббревиатуру Есть варианты? Если нет, предлагаю вам наше внимание А. Гидроатомная электростанция Евгений был чуть первей Ваша версия? В. Гидроаккумулирующая электростанция Я, друзья, не знаю, что происходит с оранжевой командой Может, они на энергетиках? Энергетики под энергетиками? Но это правильный ответ! Браво! Счет становится 5-1! Более подробно про эти уникальные объекты сейчас мы вам расскажем А вас прошу меняться и приглашаю в следующую часть команды Буква А означает аккумулирующая Особенность такой станции заключается в возможности накопления воды в верхнем бассейне Путем перекачивания ее из нижнего с помощью обратимых гидроагрегатов Во время ночного провала энергопотребления Накопленная потенциальная энергия воды, проходя через те же агрегаты Во время пика потребления снова превращается в электрическую И подается в энергосеть Ну а как вы заметили, у нас произошла небольшая замена в парах Решили сыграть вот таким составом У нас теперь Ислам и Захар будут бороться друг с другом Если вы готовы, парни, то я зачитываю вопрос Пожалуйста Внимание на экран Продолжите известную фразу изобретателя Томаса Эдисона Мы сделаем электричество таким дешевым, что... Есть варианты? Нет, предлагаю наши Больше не нужно будет платить за свет Протянем кабель на луну Жесть свечи будут только богачи Утюг можно вообще не выключать Кто первый парни, кто рискнет? Ислам первый, прошу, какая версия? Я попробую выбрать вариант В Вариант В, как она звучит? Жечь свечи будут только богачи Ислам, вы уверены в этой версии? Я попробую быть уверенным Просто сама уверенность Порой надо быть первым, пробовать и даже угадывать Абсолютно верно Жечь свечи будут только богачи Томас Эдисон прекрасно осознавал, что применение электричества во всех сферах жизни Это настоящий технологический прорыв Эдисон не являлся автором идеи электрического освещения А был изобретателем и производителем электрических лап накаливания Его лампочки постоянно улучшались Стоимость их производства снижалась А производственные мощности и спрос росли Эдисон разработал форму лампы, винтовой цоколь с патроном и многое другое Что сегодня используется для массового освещения Хорошо, ребята, отправляемся в вопрос Все внимание на экран, я прочитаю Почему напиток Добрый Лимон, он же Спрайт Заменяет зеленые пластиковые бутылки на прозрачные? Анастасия, первая, внимание Потому что, когда мы окрашиваем бутылки, это приносит еще больше вред экологии Пластиковые и так приносят вред, а тут еще и покрашивают Нет, Анастасия, я вынужден вам отказать Неправильный ответ Право ответа переходит к Артему, Артем молчит Поэтому я вынужден вам предложить варианты ответа Одна версия очень близко напоминает версию Анастасии В чем же она чуть-чуть не докрутила? Где же тумблер немного не сработал? Где же сгорел предохранитель, Артем? Цветной пластик нельзя полностью переработать Считает Артем, и они зарабатывают еще один балл в свою копилку Но ничего, бывает, не всегда же оранжевым отвечать правильно, да, синие игроки? Бутылки Спрайт были зелеными в течение 61 года с момента выпуска Однако компания-производитель запустила инициативу Мир без отходов Главная цель которого – сбор и переработка каждой проданной бутылки к 2030 году Прозрачный цвет упаковки напитка упрощает переработку пэт-бутылок И повышает эффективность повторного использования Какая роль в создании современной лампы накаливания Принадлежит российскому изобретателю Александру Ладыгину? Слышали о таком? Если нет, то надо узнать обязательно И без понятия Нет версий, тогда предлагаем наши Все, внимание, вариант А Запатентовал грушевитную форму Запатентовал специальную резьбу на цоколе Запатентовал металлическую нить, закрученную в спираль Знаете, из какого она металла? Если нет, узнайте обязательно Что, друзья, я готов принимать ваши версии ответов Кто первый? Первый решил Глеб, пожалуйста Я думал, ответ Г Придумал соединять лампы в гирлянды Гирлянды А, то есть все вот это дело про украшения и так далее, да? Вы бы, наверное, тоже этим занялись, я так понял Спасибо большое, мимо Право ответа переходит к Евгению Внимание Запатентовал грушевитную форму Вы проголодались? Чуть-чуть Чуть-чуть Вот услышал слово груша, все, ушло Внимание больше ни на что Мимо, друзья, остается два варианта ответа Если сейчас Глеб не ошибется, то это будет очень эпичный момент Глеб? Тогда, думаю, ответ Б Запатентовал специальную резьбу на цоколе А вы знаете, что эта резьба скрипит точно так же, как и ваш ответ? Она неверная, понимаете, эта версия Мимо Ну и, собственно, как вы понимаете, если сейчас Евгений нажмет на кнопку и прочитает версию, но... Это правильный ответ, браво, поздравляю, но... Делось бы небольшого дополнения Первая лампа накаливания была создана Ладыгиным еще в начале 1870-х годов и светила не больше 40 минут Над увеличением срока службы трудились сотни лучших изобретателей во всем мире Но настоящий прорыв произошел, когда Александр Ладыгин начал использовать в лампах накаливания не уголь, не медь, а вольфрамовые спиральные нити и нити из плавов из других тугоплавких металлов Именно эти патенты были выкуплены у изобретателя компании General Electric 7-2 в пользу команды Оранжевых Аплодисменты команде Ну а сейчас, друзья, мы отправляемся в церемонию награждения наших дорогих знатоков Завершилась наша игра ProSvet Со счетом 7-2 команда Оранжевых одерживает победу Ну а мы должны наградить их и отметить их труды памятными подарками Давайте посмотрим, что мы им дали Это, конечно, такой рюкзак Русгидро Карачаева-Черкесский филиал, удобный для повседневной носки В нем находится футболка Соответственно, синие команде оранжевые, оранжевые команде синие И вот такая интересная книга Электроплан Невероятные приключения школьника Светвячкова и инженера Боброва Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова